Москва хотела найти символический ответ на недопуск Самойловой в Украину, и ей это удалось. Действительно, если певицу не пускает в Киев за визит в Крым, что может быть эффективнее, чем снова отправить ее на полуостров? Уж если понтоваться, так до конца. Мол, от своих слов не отказываемся, извиняться не намерены, к нем свою линию до последнего. И осуждать Юлию Самойлову за ее будущее выступление в Севастополе даже немного неловко. Потому что во всей этой эпопее с ее не случившимся выступлением на Евровидении самая уязвимая сторона – это она сама. В России человек с ее положением может быть обязан карьерой только лишь государству. И если государство добавило девушке с инвалидностью немного медийности, то эта история про то, как зло случайно сделало добро. В том-то и штука, что Юлия Самойлова в этом отношении равна только лишь самой себе. Она не равна своему певчерскому цеху, потому что она не часть этого цеха. Ее существование в шоу-бизнесе – это исключение. И если бы не решение Москвы, использовать ее слабость как медиа-таран, мы бы никогда не узнали о ее существовании. Поэтому Самойлова не правило, правило – это Лолита Милявская. Мой ролик о Лолите Милявской был удален. Якобы я там что-то не так сказал. И тем не менее, мне есть что еще сказать по поводу этой дамы. В начале апреля Лолита постила в соцсетях фотографию, на которой стояла в обнимку с Наташей Королевой, Любовью Успенской и Таисией Павалей. Подпись под фото гласила, что так выглядит украинское землячество в Кремле. А в конце апреля украинские пограничники саживают ее с поезда за концерт в Керчи. И все риторическое негодование Лолиты выстроено на том, что нельзя, дескать, лишать человека его родины. Она, родившаяся в Мукачево, учившаяся во Львове и работавшая в Одессе, возмущена запретом въезда. Но в том и особенность, что Лолите никто не запрещал въезд домой, просто ее родина перестала существовать. Потому что родина Лолиты это не свободная Украина, ее родина это Малороссия. И свою карьеру певица делала именно как выходец из этой самой имперской окраины, когда ради столичной прописки заключали фиктивные браки, а любая карьера в союзной республике была лишь тренировкой перед штурмом настоящего имперского московского Олимпа. Родина Лолиты Милявской это вареники и борщ, украинский и шаровары. Анекдоты про украинский язык, который придумывают люди, никогда украинского языка не знавшие. Обязательный Тарас Бульба в школьной программе, которого читали потому, что его автор стал частью имперской литературы. Но Лолита так и не поняла, что это ее родина окончательно умерла три года тому назад. Ее убила новая родина Лолиты, та в которой она сделала карьеру и стала звездой, в которой она получила славу, деньги и биографию. Причем особенная ирония в том, что убийство получилось непредумышленным. Москва хотела сохранить Малороссию, а в результате отправила ее в небытие. Тот самый Крым, который закрыл Лолите дорогу в Киев, три года назад сделал из Малороссии независимую Украину. Ее поезд не доедет до места назначения, потому что в прошлое поезда не ходят.